Здравствуй, YouTube! И мы продолжаем. Сейчас вы на моем пальце видите нож Ганза 729. Я думаю, что все помнят, как он очень хорошо резал бинт. И мне этот нож очень нравится. Я не знаю, из-за чего, из-за своего... того, как он сделан, или просто потому что, не знаю. По-моему, мне нравится. Значит, ну, сегодня мы попробуем посадить его на карман. И в качестве эксперимента я хочу посадить его на петлю своих джинсов. У меня нет пояса, и мы попробуем это сделать. Значит, ну вот, собственно, очень легко, очень приятный нож. Да, даже я, будучи девушкой, уже даже причастна к ножовому каналу. Мне нравится, очень он хорошо снимается, очень легко. Не деформирует, никак не оттопыривает мне петлю. То есть, ну, никаких вопросов нет. Сейчас попробуем посадить этот нож именно в карман, чтобы вы видели, как он сидит. Значит, опять-таки, помогу себе, потому что у меня карман очень плотно прилегает, а нож все-таки достаточно толстый, толщина его большая. Вот, значит, попробуем. Вот так вот выглядит нож. Вы видите, что очень-очень достойно. Могу сказать, что он слегка ощущается в кармане, потому что он достаточно длинный и достаточно широкий. Но он легкий, и, в общем, опять-таки, если я согну ногу и попытаюсь сесть, вот он мне будет мешать, потому что, ну, все-таки, это женские джинсы, а не мужские. Но садится очень хорошо, не деформирует. То есть, у него такая мягкая, значит, клипса. Она специально здесь так сделана. Ну, вот, повторяет форму джинсового материала, собственно, и кармана в целом. Вытащим, тоже очень удачно. Ничего нигде не цепляется, она такая вот, ну, очень удачно сделанная. И попробуем еще раз. Вот, спокойно садится и спокойно вытаскивается из кармана. Очень хороший нож, опять-таки, очень даже да.